Всем привет, это FreeStudio21.com И наконец-то мы подобрались к словам, которые употребляются при инверсии в предложении. Какие слова, собственно говоря, можно ставить на первое место перед модальным глаголом? Какого рода эти слова могут быть? Что можно ставить? Что нельзя ставить? И всё такое. Итак, первое, наверное, начнём с того, что напомним себе, как вообще выглядит предложение с инверсным порядком слов. Я сейчас что-нибудь сочиню, ну, что-то такое вот. Little did he know about it? О, он так мало об этом знал. Итак, давайте вспомним, какой вообще у нас порядок слов, что здесь такого особенного. Итак, первое место, это у нас какое-нибудь слово. Обычно это наречие, но, как мы увидим дальше, далеко не всегда наречие. Дальше у нас модальный глагол или вспомогательный глагол, auxiliary веб так называемый. Далее подлежащее, далее сказуемое, далее всё остальное. Итак, нас интересует сейчас, нас интересует вот этот вот персонаж. Что же может ставиться на первой позиции? Какие слова я могу ставить, какие не могу? И, честно говоря, я немного потерялась в классификации этих слов, потому что хочется сразу сказать, друзья мои, ставьте на речи, и будет вам счастье, и всё будет правильно. Но на самом деле не всё так просто, и это, скажем так, немножко упрощение проблемы. Ставьте на речи. Сейчас давайте попробуем перечить. Я попробую вспомнить, я тут выписала на бумажку, подготовилась, вспомнила все возможные выражения, фразы, слова, на речи и так далее, и так далее. Всё, что может встречаться в инверсии. Итак, мы напишем вот так вот слова в инверсии или при инверсии, не в инверсии, а при инверсии. Вот, слова при инверсии, первая позиция в предложении, что у меня может здесь находиться. Итак, по большому счёту их можно разделить на две такие основные группы. Первая группа – это наречия, ну, как есть, наречия, наречия, то есть, ну, определённая часть речи, которая называется наречиями и т.д. И вторая группа – это фразы. Фразы. Фразы могут включать в себя наречия, могут не включать в себя наречия. Это как когда, я напишу с наречиями, но не всегда с наречиями, но как где. Ну, вот сейчас я их перечислю, и вы сами сделаете выводы. Итак, группа наречия. Что я сюда могу отнести? Это слова такие, как little, little, мало, далее. Ну, там где little, там и much, естественно. Much, много. Сюда же, что можно? Hardly, едва ли. Далее, что ещё там может быть? Seldom, редко. Seldom, rarely. Тоже редко, по большому счёту. Почти одно и то же. Сюда же, естественно, относятся ever, never, never. Что ещё может здесь быть? Ну, по большому счёту, такие основные я перечислила. Это не значит, что только они могут быть. Тут 8, может быть там продолжение какое-то. Я сейчас просто не могу ничего вспомнить. Далее. Теперь переходим к фразам. Какие фразы я сейчас припоминаю? И здесь всё будет гораздо интереснее. Позиция первая. Позиция первая. Допустим, такая фраза. In no way, in no way, никоим образом, я напишу перевод, никоим образом, то есть ни в коем случае, можно так ещё это перевести, но лучше ни в коем образом, это будет правильнее. Далее, второе. On no occasion, вот это уже ни в коем случае. On no occasion, occasion. Как видите сами, целая самостоятельная структура, самодостаточная. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Далее, что я ещё сейчас припомню. Only then. Только тогда. Only then. Лишь тогда. Мне лень писать, поэтому я сокращаю. Лишь тогда, там, лишь тогда он понял, что был неправда. Ну, что-то в этом духе. Далее, что я ещё могу вспомнить. Not since. Not since. Не ранее, как с того времени. Вот так вот можно это перевести. Мне абсолютно лень писать. Запоминайте. Далее. Not still. Почти то же самое. Так, это у меня Т такое. Чуть-чуть калечное. Not still. Не далее, как до. Чего-нибудь. Never before. Никогда до этого. Вот здесь вот фраза с наречием. Ну, есть наречия, есть ещё что-нибудь. Соответственно, never after тоже может быть сюда же. Never before. Честно говоря, мне лень тиражировать записи. Never after. Может быть before, может быть after. Никогда до того, никогда после того. Only this way, допустим. Ещё такая штука есть. Only this way. Только так. И не иначе. Есть бесподобная фраза. Я её люблю. Under no circumstances. Under no circumstances. Ни при каких обстоятельствах. Сама люблю её употреблять. Она мне очень нравится. Не знаю почему. Наверное, потому что она длинная и умная. И так далее, и так далее. Список бесконечен. Можно продолжать и продолжать и продолжать. Таких фраз очень много. Это то, что я сейчас смогла вспомнить. И возможно, у вас есть учебник. Возможно, там есть этот раздел инверсии. Возможно, там есть перечень подобных фраз. Но здесь есть ещё один маленький нюанс, о котором часто забывают. Ну вот, возьмём, допустим, возьмём, сочиним что-нибудь, если я сейчас быстро сочиню. Ну, не знаю. Чё-нибудь такое. Never after. Или нет, не так. Never before. Лучше before. Never before he started dating. Наверное, they лучше было бы. They started dating. Так, что бы тут ещё такое интересного сказать? Did they... Там, господи, ну что такое можно... Did they speak about it? Ну, хочется что-то приличное написать. Speak about it. Значит, о чём здесь речь? Что здесь получается? Я привела пример, как употребляется фраза в начале инверсного предложения. Вот она. Never before. Вот она. Значит, до того... Значит, они никогда не говорили об этом до того, как начали встречаться. Ну, что-то в этом духе. Значит, вот так употребляется фраза. Но обратите внимание, здесь есть, возможно, кто из вас внимательный, тот заметил очень интересную штуку. Первая позиция. Дальше как бы вторая позиция должна быть. А дальше, простите, где же инверсия? Где инверсия? Здесь нет модального глагола или вспомогательного глагола. Где же инверсия? Дело в том, что здесь я вставила, скажем так, поставила предложение, которое я не разбирала ещё, и об этом я обязательно сделаю отдельное видео. Это инверсия в сложных предложениях. То есть, когда предложение у вас не из одного подлежащего и сказуемого состоит, а у вас clause есть. Main clause и там ещё какой-то clause дополнительный. Значит, что в таком случае? В таком случае в главном предложении у нас будет инверсия, а вот здесь вот инверсии не будет. Здесь просто как дополнение вот к нашей фразе. И поэтому не здесь будет 2, а здесь будет 2, здесь 3 и так далее и тому подобное. 4 и всё такое. К чему я это веду? К тому, что отдельные слова, отдельные фразы и наречия могут употребляться с инверсией как в сложных предложениях, так и в простых. С другой стороны, есть целая серия и фраз, и наречий. В основном речь идёт о... Ну хотя, ну да, можно так сказать, что в основном речь идёт о фразах. Есть такие фразы, которые употребляются исключительно в инверсии в сложных предложениях. И сейчас я вам ещё... Значит, можно вот ещё такую классификацию сделать. слова, слова при инверсии. При инверсии. Это не значит, что только фразы могут употребляться в сложных предложениях с инверсией. Нет, это не обязательно. Но есть такие фразы, которые характерны. Значит, здесь у нас... Первая категория – это те, что в простых предложениях. А есть такие слова, которые употребляются только в сложных предложениях. В сложных предложениях. Им нужно обязательно главное и подчинённое предложение. Предложение. В сложно подчинённых было бы правильнее сказать. Ну ладно, это уже мелочи. Ну и третья категория – всеядные, которые могут употребляться везде. Им всё равно. Так, теперь давайте подумаем. Я сейчас постараюсь быстренько в простых предложениях. Ну, в принципе, это та первая категория, о которой я уже говорила. Здесь может быть little, seldom. Там опять же всё те же самые наречия, которые я перечислила выше. Never, never, ever, там и так далее, и так далее, и так далее. Список бесконечен. Далее. Их можно отнести и частично сюда тоже. Здесь они тоже все могут быть, ибо они могут употребляться и в сложных предложениях, но не все. И поэтому осторожно, пожалуйста, смотрите, как узнать, можно употреблять или нельзя. Переведите предложение, постарайтесь понять, о чём идёт речь. О чём идёт речь, что выделяется, на что делается акцент, и так далее, и так далее. И вам сразу станет ясно, можно там ставить little, например, или seldom, или нежелательно. Теперь, что касается сложных предложений. Сложные предложения, значит, например, у вас может быть такое. Only when. Only when. Сейчас вы увидите интересную закономерность, кстати. Я специально тут умышленно подбираю определённый тип. Only if. Дальше. Only, правильно. Only after. Only before, естественно, сюда может быть. Ну, для разнообразия. Not since. И так далее, и так далее. Только тогда. Только если. Только после. Или только до. Если там before, допустим, ещё здесь может быть. Значит, не раньше, чем с того момента, как. И так далее, и тому подобное. То есть, у вас, да, в основном здесь такие фразы. Здесь нет таких наречий простеньких, как вот здесь. И всеядные, я, допустим, могу написать какие, которые везде употребляются. Сейчас я посмотрю, что я могу. Вот, кстати, not since и not till. Эти тоже могут относиться. Не могут, а они всегда употребляются со сложными предложениями. Never before. Туда же можно отнести. А вот only this way можно и так и этак употреблять. Вот поэтому я его запишу сюда. Only this way. Only this way. Далее. Что я ищу сюда? Under no circumstances. Тоже такое дело, смотря, как я составлю предложение. Only then. Вот это вот употребляется в сложных предложениях. И так далее, и тому подобное. И no way. Можно и в простых, и в сложных. On no occasion. Тоже и в простых, и в сложных, может быть. Без разницы. А, например, hardly. Я тоже могу употреблять в сложном предложении. Запросто. Едва ли. Когда он начал что-то, там он начал учиться, он знал, что... Ну, давайте, чтобы не быть голословным, я сейчас быстренько этот пример. Hardly. Hardly. When. А, тут when надо поставить. Ну, что же делать. When he started. Started. Training, допустим. Training. Едва ли. Когда он начал тренировки. Did he know? Did he know? Там, there. Чего-то там. Ну, в общем, там уже дальше не важно. Вряд ли. Когда он начинал тренироваться, ему было известно, что там то-то и то-то происходит. Как видите, наречие тоже может употребляться в сложном предложении. Поэтому, друзья мои, я это веду к тому, чтобы вы, пожалуйста, не велись на то, что у вас стоит, у вас сложное предложение, вы хотите сделать инверсию, и вот наречие. Ах, нельзя ставить наречие, потому что как же так, что же это такое. Можно. Но нужно оформить красиво ваше предложение. Соответственно, мой вам совет. Запомните эти фразы. Они очень ходовые, кстати. Очень ходовые. Возможно, кому-то кажется, что тут ходового. Я, например, никогда такого не встречал. Ну, вы не встречали, но, поверьте мне, их очень часто употребляют. Поэтому их надо знать. Надо знать их переводы. И надо знать, как они употребляются. Ну, вот частный случай – это инверсия. Я сделаю обязательно отдельное видео по инверсии в сложных предложениях, в частности, в предложениях условных, потому что это вообще отдельная тема, это очень интересно. В предложениях следствия и так далее и тому подобное. Это очень интересно, поверьте мне. Сделаю обязательно отдельное видео на инверсию с модальными глаголами Вроде как просто, но на самом деле там есть подводные камни Это все грядет обязательно И постараюсь откопать какое-нибудь упражнение Чтобы сделать именно на выражение, на слова упражнение Чтобы было видно, как, что, с чем употребляется и все такое Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал Спасибо за просмотр!